В 1957 году СССР произвел запуск первого искусственного спутника Земли. В 1961 году в космос полетел первый человек Юрий Гагарин. 12 апреля 2017 года на набережной в космический холл собрались школьники и студенты, чтобы совершить пробег в честь великих космических событий. Акция «Волонтерский космический забег» в День космонавтики прошла во всех регионах России. Длина дистанции 1957 метров равна году запуска первого искусственного спутника Земли. Перед стартом бегуны получили напутствие с борта Международной космической станции. Однако сигналы из космоса доходят плохо, поэтому мы воспользовались современными земными технологиями. Здоровый образ жизни помогает держать себя в форме и, наконец, ощутить внутреннюю гармонию. Для нас, космонавтов, это очень важно. Отличная подготовка и самочувствие – залог космического успеха. За мир во всем мире бегу и за космос. Почему в детстве многие хотят стать именно космонавтами? Вот у всех как одно просто. У меня тоже хотела. Ну, потому что это открытие нового мира, новые эмоции, узнать, что там в другой вселенной. Какой человек достоин того, чтобы полететь в космос? Каким должен быть этот человек? Это должен быть человек сильный, выносливый и должен быть, как мне кажется, самоуверенный. Скажи по-честному, ты сама бы смогла стать космонавтом? Нет. Ну, почему? Чего тебе не хватает? Я еще сильно слабая. Да. Я неуверенная в себе. К счастью, к нашему, наверное, никто не упал, все прошло очень хорошо и, что главное, очень быстро. На самом деле, мы думали, что где-то минут 15 будут бежать, хотя, ну, как бы, ну, не 10 минут точно. Они побежали меньше, чем за 7 минут. Друзья, давайте сейчас на счет 3 все вместе кричим «Поехали!» Договорились? Раз, два, три! Поехали!